Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередные диванные рассуждения. Я на диване, вместо мужской силы, как известно. Итак, сегодня мы поговорим с вами про альфа оленей. И я уверен, что каждый из вас встречал, возможно, даже среди своих товарищей, таких мужчин, которые говорят, А у меня-то все не так с моей Машкой, Наташкой, Оксанкой, Ириной, Алсу, неважно. А она не такая. Она мне полностью подчиняется. Она-то меня любит и обо мне заботится. Она меня никогда не предаст. Моя девочка мне верна, а вы все делаете не так. А у меня вот все так, как надо. Ну, почти наверняка это и есть альфа-одинище. Есть такой в природе паразит. Он в улитках селится и делает из улитки зомби. Называется, я даже вот заскринил, лейкохлоридий. Да? Буквально выедает у улитки мозг и управляет этой улиткой. Он ее загоняет куда-нибудь повыше. Причем он так делает, что у нее аж глаза мигают у этой улитки, чтобы привлечь птичку, которая должна съесть эту улитку. И вот уже внутри птички этот паразит будет дальше продолжать свой жизненный цикл. Ну, конечно, чисто биологически в мозгах альфа-одинище никто не селится, но в принципе с психологической точки зрения получается там тоже самое. Своими манипуляциями у него удаляют мозг. Ну, то есть наши богини, они такие манипулятивные хирурги. Мозг удаляют у этого альфа-одинища, заменяют мозг на какие-нибудь там вагинальные, прости господи, выделения. И вот вроде оболочка та же самая, но все действия, все его поступки, все его желания, все его мысли продиктованы волей его богини. Она полностью его контролирует и им управляет. Потихонечку, постепенно это происходит. Она ему подыгрывает на публике, да, подчиняется демонстративно на публике. А пока никто не видит, да, в частном, так сказать, в частной жизни. Она его грамотно, аккуратно окучивает. Как говорится, ночная кукушка перекукует, да, правильно его грамотно зомбирует буквально. И получается вот такой вот альфа-одинища, который, к сожалению, сталкивается впоследствии просто с тяжелейшей катастрофой, потому что по нему-то бьют действительно жестоко, просто уничтожающе. Ну, на самом деле, к сожалению, обычно именно альфа-одинища, он просто не переживает вот этот вот развод, расставание, распил, отчуждение, потому что, ну, просто как бы носитель не переживает того момента, когда паразит из него выходит. Ну, как в фильме «Чужой», то есть вырывается, и он гибнет. Буквально так и происходит, но он тупо самовыпиливается, не дай бог, или что-нибудь еще там происходит, спивается, с наркоманивается и подыхает. Хотя до этого момента, до момента предательства, он вот прям на 100% уверен и транслирует это в мир, что точно он все вот прям правильно сделал, у него точно получилось. Ты че? Ведь он альфа. Альфа-одинища, альфа-одинища. У меня в жизни были такие примеры, когда потихонечку за несколько лет так съели знакомому одного парнишку, просто от него ничего. Вот оболочка осталась, а вот то, что он ходит, то, что он говорит, да, если вот так посмотреть, ну, это не он, это какой-то другой человек абсолютно. То есть, просто как подменили. Ну, внешность осталась, опять-таки, и вот, ну, только состарилась там, да, значительно, потому что работает он намного больше, ему же теперь надо обоспальшивать свою принцессу, чем она занимается, не вынимая, собственно. Чем там закончилось, я сейчас, если честно, не знаю, или, может, это все еще продолжается. Обычно бывает так, что, кстати, если даже альфа-одинища не доживает до вот этого предательства, он просто-просто тупо подыхает, у него там какие-нибудь болезни от перенатуги, а, получается, там, онкология, тромбы, инсульты, инфаркты, ну, классика жанра. То есть, он же надрывается, ты чего? Она же богиня, ей надо служить. На алтарь ее туда, на волосатый алтарь, приносить свои дары. А жизнь сложная, бороться за каждую копейку приходится или не еще. Вот он и тратит свою жизнь на борьбу полностью подавленной, полностью управляемой, полностью абсолютно под колпаком. Ему говорят, что думать, куда идти, да, что делать, что не делать, кому помогать, с кем общаться, с кем не общаться, потому что прекрасно знает его вот эта серая кардинальша, кто может помешать ее контролю. Она ограничивает эти контакты. Ты чего? Вдруг, как бы, чего не вышло. И вот такой вот страж Ваджайны, получается, рядом сидит, как пудель Артемон, полностью подавленный. Но чувствует он себя, да, потому что умная, не такуська, в таких квадратных скобках. Она грамотно позволяет ему продемонстрировать альфу. То есть ты чего? Он вот чувствует себя таким, ему надо чувствовать. Он, ты чего? Я, 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 моя полностью дрессированная. Но сам он в тот момент является полностью дрессированным. Это на самом деле смешно наблюдать со стороны, на эти все сцены. Но в жизни трагично обычно судьба заканчивается. Надо понимать сейчас, в сегодняшней ситуации, что ни таких не бывает, что все отношения заканчиваются крайне печально. По-любому будет смотреть, как кинуть. По-любому будет смотреть, как проманипулировать, как грамотно развести на бабло. Она пришла в эти отношения только ради того, чтобы развести на бабло в итоге. Родить под обеспечением мужа, подрастить ребеночка, да. А потом, мы с вами прекрасно знаем, развод, распил и постановка на алименты с отчуждением ребенка. Увы, только так бывает. И вот этот весь альфовость вся эта, да, это полная чушь, на мой взгляд. Безусловно, вот так вот среди всех мужчин, там один, ну, может, максимум полтора процента есть мужчин, которые прям притягательность сексуальная для женщин. Ну, зачем такому жениться на одной, если его хотят все? Мне кажется, ну, и не то, что кажется, я вижу просто, что это не нужно абсолютно. Зачем? Бред, столько много вокруг, это разнообразие. Зачем есть одну и ту же еду каждый день на протяжении всей жизни? Смешно, смешно просто. Но зато альфа-оленями становятся достаточно многие, да. То есть они идут в это рабство и транслируют весь, потом пишут комментарии вон в ТикТоке. Да ты не встретил ту самую, или ты не умеешь, как нужно. Я вот умею, смотри, моя Маша мной помнукает и диктует мне, что делать, но я умею, как нужно. Смешно просто на это все смотреть. Пишите в комментариях про ваших знакомых альфа-оленяк, что вы по этому поводу думаете. Подписывайтесь, ну и, как всегда, соблюдайте пять правил. Думайте головой, а не головкой. Берегите себя и будьте счастливы. Продолжение следует...